добрый день уважаемые друзья и снова вас приветствую на своем канале сам себе за мастер сегодня в ремонте вот такой вот бензогенератор маленький ну как бы проблема в том что он находился очень долгое время с бензином в карбюраторе естественно сейчас когда он стал необходим он нормально не заводится либо заводится и глохнет для того чтобы такие генераторы хорошо работали их нужно на длительное выключение выключать перекрывая кран топлива подачи топлива сейчас я сниму бачок чтобы мне не мешал и дальше будем добираться до карбюратора снимать карбюратор и чистить проверим также систему зажигания сделаем диагностику его так вот я открутил бачок и сейчас буду отсоединять его от карбюратора чтобы легче было мне нужно также снять вот эту вот панель вот эту панель она мне будет мешать для доступа вот сначала я откручиваю крышку воздушного фильтра вот я крышку открутил здесь есть винты которые который не обеспечит снять карбюратор так давайте все таки попробуем снять трубку бачок я отсоединяю бачок в сторону теперь вот здесь находится карбюратор вот она сейчас мы с вами давайте еще проверим искру здесь вытяну от свечи с надсвечника так тут поставлен надсвечник такой что свеча без верхней вот этой гайки значит откручиваем свечу и проверим искру так свечу я выкрутил ну и давайте с вами проверим искру зажигания конечно здесь надо будет что-то подмотать подмотать потому что свеча болтается мы попробуем проверить вот так включаем тумблер и проверяем пока не вижу я искры давайте попробуем другую свечу вставить и проверим еще раз искру но сначала я проверю знаете сниму с тумблера провод и проверю сейчас так искры я не вижу искры не вижу и это плохо так сейчас я возьму любую свечу любую свечу которая у меня есть мне надо ее таким образом чтобы не было у нее верхней вот этой части чтобы она откручивалась и проверю на другой свече искры я пока не вижу возможно здесь есть проблема в катушке зажигания так ну давайте будем по порядку разбираться сначала системой зажигания потому что система зажигания не работает посмотрим почему она не работает давайте вот так попробуем искра проскакивает но через раз не вижу я искры значит будем сейчас смотреть и пытаться разобраться вот с катушкой зажигания сейчас я поищу катушку зажигания попробуем переставить катушку и проверить так вот я взял катушку зажигания другую сейчас сниму контакты и попробую на другой катушке зажигания это все проверить пробую искра есть то есть катушка зажигания вот это вот рабочие это нет давайте просто попробуем сейчас завести его на новой катушке зажигания так 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 карбюратор я пока снимать не буду я сейчас проверю еще раз как работает тумблер в каком положении он замыкает как размикает так так ну искра вроде бы есть сейчас попробуем закрутить свечу и его завести а дальше мы сделаем все таки обслуживание карбюратора потому что двигатель этот стоял с топливом так так катушку зажигания я поставил теперь чтобы не цеплять бачок я трубку надел и сейчас наполню карбюратор топливом вот так вот возьму шприц и сейчас сюда бензина в карбюратор я налью это так 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 ну так 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 arm Продолжение следует... Так, вот я налил немножко бензина в карбюратор И сейчас попробуем ее завести Этот генератор, вернее, попробуем завести Посмотрим, поменяется что-то или нет Заслонку я закрыл Ну, симптомов пока... Ну что, будем разбирать Будем разбирать и карбюратор чистить Просто замена катушки зажигания Чтобы проверить ее не получилось Этот генератор Поэтому сейчас я буду отсоединять карбюратор Так, давайте еще один вариант попробуем Просто мне надо понять, чихнет он или нет Для этого я сейчас попробую в цилиндр Ну, буквально Пару кубиков смеси налить Посмотрим, будет ли какой-то эффект Или нет Или нет Пару кубиков смеси налить Пробуем Не дышит Ну что, делаем разборку Снимаем карбюратор Пару кубиков смеси налить Так, откручиваю винт Который крепит вот эту всю часть И от карбюратора откручиваю две гайки Вот 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 Я получил доступ до карбюратора Вот Теперь, чтобы не его снять, надо снять вот эти качалки Но вот эту вот пружину я трогать не буду И регулятор оборотов я тоже трогать не буду То есть сейчас я буду пытаться вытянуть вот так вот карбюратор Снимаю пружинку И буду вытягивать вот отсюда попытаться эту лапку Достаточно неудобно это все сделать на этом карбюраторе Но приходится иногда повозиться То есть качалку я трогать пружины качалки не буду Вот этой вот Я буду пытаться вытянуть это все так С одной и с другой стороны Вот эту лапку Чуть-чуть буду выгибать Потом я поставлю на место Вот Отогнул лапку и снял карбюратор Вот теперь вот этот карбюратор я буду чистить вместе с вами Так, значит сейчас Здесь в карбюраторе есть бензин Может быть Поэтому мы его сейчас сольем Так, все, бензин слит Карбюратор готов к разборке Так, снимаю вот эту вот тягу Она мне не нужна И пружинку тоже То есть она мне будет мешать Поэтому я могу это все вот так вот аккуратненько и снять Разбираем карбюратор Откручиваем поплавковую камеру Ну, вот открываем поплавковую камеру И вот у нас здесь находится игла Которая очень часто вылипает Вот мы ее сейчас и выкинем Вот она иголочка Проверьте, на иголочке вот здесь вот Пиптик такой есть Очень такая Она должна ходить мягко Потому что бывает Тоже она залипает И из-за этого проблема Так, теперь Я выкручиваю вот этот регулировочный винт Но прежде чем его выкручивать Я его сначала закручу и посчитаю обороты Раз Вот один оборот и пол оборота Полтора Два Вот на два оборота я его откручу После чистки Теперь Здесь вот находится Жиклер Нам его тоже надо прочистить То есть я выкручиваю вот боковой Жиклер Его мы прочистим Так, сбоку я открутил Жиклер А теперь выбиваем центральный Вот Вот он выскочил Вот здесь на нем Есть отверстия Мы их должны тоже прочистить Я их прочищаю Стоматологическими Вот такими вот Иголками Аккуратно каждое отверстие Я аккуратно прочищаю При всяких нажимах Вот все-все вот эти вот отверстия Я вот так вот аккуратненько их прохожу И центральное отверстие Оно должно быть чистое Все это мы продуем И прочистим Точно так же вот этот Жиклер Все это мы промоем Так, теперь Карбюратор Я отправляю в ультразвуковую мойку И будет он там чиститься Пока он будет чиститься Я выключу видео И потом Когда будем собирать Я вам расскажу Так, ну вот Я карбюратор почистил И сейчас мы его с вами соберем Вот этот вот Жиклер Вставляем его Вот сюда Отверточкой аккуратно Его поднаправим Чтоб он стал четко На свое место Стал Закручиваем Боковой Вот этот вот Жиклер Поставили Теперь ставим иглу Иглу ставим вот таким вот образом Мы сначала одеваем ее на поплавок Вот Вот она болтается И теперь ее вставляем Сюда Ось Фиксируем это осью поплавок И теперь смотрим То есть у нас поплавок должен быть параллельно вот этой вот камере Сейчас я надену трубку и проверю как работает игла Вот я сюда надеваю трубочку и буду дуть Когда я поплавок поднимаю Воздух проходит Когда опускаю Воздух не проходит Игла закрывается То есть работает правильно Поплавок должен быть параллельно Тогда карбюратор не будет переливать топливо Так Закрываем Карбюратор То есть располагаю вот таким образом Вот этот вот Винт сливной Чтобы он был напротив Ну для удобства То есть так Чтобы удобно он сбоку находился И закручиваем Затянули Закручиваем регулировочную иглу То есть Как вы помните Когда я ее Перед тем как выкручивать Я ее закручивал и считал обороты Было два оборота Вот сейчас я ее закручиваю до упора И откручу на два оборота Вот Теперь вставляю качалку и пружину Вот сюда То есть я завожу сначала пружинку В это же отверстие где Тяга находится И завожу саму тягу Вот тяга с пружинкой Вот она таким образом находится То есть эта пружинка нужна для того Чтобы убрать люфты Люфты То есть она поджимает постоянно Так как здесь Свободное здесь перемещение Вот этой дроссельной заслонки То есть чтобы она была В натянутом положении всегда Вот этот стоит пружина Она обязательно Сейчас мы с вами его поставим на двигатель Двигатель этот карбюратор Ставим на двигатель Я его направляю на свое место И сейчас буду вставлять тягу и пружину Вот и язычок этот я выгнал на тяге Все Вот сейчас я проверю Как оно становится Тягу я выгнал Чтобы никакая пружина Нигде ничего не терла И сейчас вставлю вот эту вот пружинку сюда же Там где заходит тяга Вот теперь проверяем Все свободно Все хорошо Вот теперь мы Закрываем крышку Заслонку дроссельную Вернее не дроссельную А заслонку воздушную Я завожу вот сюда И теперь направляю Сам карбюратор Штифты Теперь мы его прикрутим Смотрите вот я карбюратор прикрутил и теперь проверим как он будет работать генератор бачок я пока не цепляю бачок не цепляю надеваю просто трубку на карбюратор подходящего диаметра и сейчас наполню карбюратор топливом так трубку я надел и сейчас наполню карбюратор вот возьму шприц и сейчас залью топливом так вот карбюратор наполняется постепенно так теперь карбюратор когда наполнился я закручу свечу и попробуем его завести так ну давайте с вами заведем включаем кнопку генератор работает вроде бы работает стабильно сейчас попробуем подключить на него какой-нибудь инструмент так ну вот я взял инструмент давайте теперь попробуем его завести как видите генератор работает инструмент работает все отлично все хорошо можем собирать его окончательно проверять и отдавать в работу давайте поставим с вами бачок бачок и проверим его уже в работе когда будет стоять полностью собранный генератор то есть со всеми уже подсоединенными трубками бачком откроем топливо проверим как будет работать вот сейчас я одеваю трубочку на карбюратор проверим уже когда он будет собраны все трубку я зафиксировал прикручиваю бачок вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас закрою фильтр и будем пробовать еще раз заводить. Так, есть. Пробуем заводить. Работает стабильно, работает хорошо. Еще раз подсоединяю инструмент и еще раз завожу его. Продолжение следует... Все, генератор работает. Генератор в исправном состоянии. Что я здесь сделал? Я здесь почистил карбюратор, заменил катушку зажигания и заменил свечу зажигания. В принципе, все. На этом ремонт закончил. Вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Сам себе бензомастер. Спасибо. 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 Спасибо.